ДИНАМО Команда и болельщики воссоединяются. И для тех, и для других премьерная игра-праздник. Ожидание праздника. Все соскучились по хоккею. Соскучились за полгода, конечно. Мы уже третий сезон подряд с вами покупаем абонементы на трибуну Динамска. По хоккею очень соскучилась. Более того, я уверена, что сезон начнется отлично и закончится так же. Может быть, нескромно будет сказано, а у меня просто имя Вероника Несуся Победу. При каждом моем присутствии на игре мы побеждаем. Я ярая фанатка футбольного Динамо. Начала с хоккея, перешла на футбольное и обратно возвращаясь к истокам. Ну, я думаю, разнорог все-таки будет оказывать меня именно команду. Должно все получиться. Великая Динамо. Она только должна победить. Максим, ты как настроен сегодня? Хорошо. Хорошо. Я уверен, что Динамо Москва сегодня победит. Болельщики Московского Динамо вспоминают Олега Знарка не только за былые победы с клубом, но и за победу на чемпионате мира вместе со сборной России. Сегодня здесь представлен Кубок Мира. И это далеко не все сюрпризы, которые приготовили организаторы Московского Динамо. Исполнение детьми командного гимна по-настоящему впечатлило. Программа «Динамо детям» работает и трогает сердца зрителя. Но главным событием вечера, естественно, было дерби. Динамо и ЦСКА вписали еще одну страницу в историю личного противостояния. На этот раз вверх взяли красно-синий. К сожалению, шайба Николая Жердева для «Динамо» стала единственной. Армейцы на нее ответили сразу четырьмя голами. Допускаем ошибки, которые мы должны допускать. И плюс еще не удается нам самим забивать, продолжать в том ключе, в котором начинаем. Дальше еще 58 игр. Будем стараться вылезать из этой ситуации. Будем стараться делать определенные выводы. И стараться играть гораздо лучше, чем сейчас. Поквитаться с ЦСКА у белоголубых еще будет возможность. И не одна. Все-таки соседи по дивизиону. А пока работа над ошибками и подготовка к следующей игре. Она уже совсем близко. Редактор субтитров А.Семкин